Батлфилд Так как игра официально находится в стадии открытого бета-тестирования, то пока игроки могут довольствоваться только одним режимом – захватом точек. Немногочисленные карты целиком перекочевали из Батлфилд 2. Все те же полупустыни, песочного цвета дома и бледное небо. Разработчики фактически ничего не поменяли, предоставив старожилам пользоваться старыми нычками. Более того, никаких визуальных улучшений нет. Такое ощущение, что наоборот, все стало только хуже. Вокруг сплошная серая невзрачная каша, настолько неактуальна даже по меркам фри-ту-плейных игр, что диву даешься. И это при том, что игра вряд ли пойдет на кофеварках. Ни о какой физике или разрушаемости тоже речи быть не может. Ничто в ближневосточном краю не прогнется под гусеницы танка, не шелохнется от взрыва гранаты. Бегать по этим живописным и отдающим свежестью местам предлагается четырьмя классами. Разведчик, медик, инженер и штурмовик. Вместе с амуницией они перешли из Bad Company 2. Стандартный армейский набор в наличии будет всегда. Да, периодически придется к нему возвращаться, хочется этого или нет. То есть, будучи где-нибудь на 15-м или даже на 20-м уровне, запросто можно скатиться к тому, с чего начинали. Происходит так потому, что новое оружие не открывается по мере прокачки, а доступно сразу, но за деньги. Валюта здесь двух видов. Золото и серебро. Серебро это очки, заработанные во время боя, захваты точек, убийства и тому подобное. А золото покупается только за реальные деньги. Так вот, оружие можно приобретать и за то, и за другое. Точнее не приобретать, а брать в аренду. Потому что разница между валютами как раз и заключается во времени этой самой аренды. Какой-нибудь автомат за серебро можно взять максимум на три дня. Потом его придется арендовать заново. А вот за настоящие деньги срок дольше. Месяц. Или навсегда. Но и это еще не все. Кроме оружейной, есть еще магазин одежды. Шляпы, штаны, кофты, бронежилеты и прочие тряпки присутствуют в большом количестве. Однако покупать это можно только за золото. Причем цены приличные. 5-7 долларов. Хотите играть бесплатно? Оставайтесь в стандартной форме. Видимо, это такой новый способ создания реализма. Хорошо, что при создании персонажа хотя бы можно морду выбрать по вкусу. А также радует то, что дерево специальных умений тоже, скажем так, на халяву. После достижения нового уровня игроку дается одно очко, которое он волен отдавать на улучшение немногочисленных умений. Здоровье там побольше, броню потолще, гранаты погромче, ну и так далее. Вот и получается, что формально эта игра бесплатная. Но если не тратить на нее реальных денег, то Play For Free ничем не лучше какой-нибудь демо-версии. Но стоит ли тратиться на этот обрубок, в котором нет ничего нового, а то, что есть, хуже аналогов? Да, играть можно, но лучше купить полноценный Bad Company 2. Удачи и до встречи на Playground.ru! Субтитры создавал DimaTorzok